А вот так вот. А еще звучит по римскому праву. Просто жесть. Не волнуйся, справишься. Если что, переговорю с Ольгой Марковичем. Что? Кисель умер? Угу. Под поезд попал. А почему учебная часть? Мне до сих пор ничего не сообщило. Так он только сегодня ночью умер. Прямо после нашей вечеринки. Ярой, что ли, был? Давно пора было запретить алкоголь нашему институту. Прямо сейчас займусь приказом. Тут наши ребята вечером флешмоб устраивают. В память о киселе. Фонарики зажжем. Да какой флешмоб? Он же из-за меня умер. Он же из-за меня умер. У Киры два дня назад погиб однокурсник Дмитрий. Ей не давала покоя ссора, которая произошла между ними накануне гибели Дмитрия. Здрасте. Надежда дома. Я хочу связаться с одним парнем. Он умер пару дней назад. Проходи. Мама считает, что мне надо отпустить ситуацию, но я даже спать не могу. Садись. Не волнуйся. Мой однокурсник был влюблен в меня, а я его отшила. И он в ту же ночь умер. А он злится на меня? А если не захочет со мной говорить? Если не захочет, то и не будет. Назови Надежде имя покойного. А кисель... То есть Дмитрий. Возьмите меня за руки. Дмитрий. Дмитрий. Он здесь. Дим, ты прости меня, ладно? Ну, за то, что я так резко... Ты же под электричку попал не из-за того, что был на нервке после моего отказа. Это же просто несчастный случай, да? Он говорит... У... Головы. Я не понимаю. Он ушел. Он у меня сердце сейчас взорвется. Надежда реально с киселем говорил. Он вообще ничего не объяснил. Сказал только... У головы. У какой головы? Да. Покойные говорят не так, как мы. Но раз он все-таки пришел... Значит, ему есть что тебе сказать. Ага. Ребу загадать. Это в его стиле. Кисель всегда был фриковатым. Неужели он реально не понимал, что я никогда не смогу его полюбить? О! Кисель! Так обычно. Все пропустил. Я и не хотел туда. Мы должны по-по-поговорить. Ой, давай потом. Мы с Настюхой в клуб хотели. Я люблю тебя, Кира. Господи, ты опять за свое. Ну, камон, у меня уже есть парень. Это важно. Ты должна знать. Кисель, ты что, Кира у Дани решил отбить? Ну, ты альфа-самец. Зря я смеялась над ним тогда. Он, наверное, расстроен и пошел домой. А у нас прямо напротив универа железная дорога. И, видимо, Кисель не заметил поезд. Я очень боюсь, что он меня в этом винит. Если он вышел с тобой на связь, значит, только ты можешь его понять. Да если бы. Я вообще не понимаю, что все это значит. Привет, мам. Кира никак не могла успокоиться после встречи с моей племянницей Надеждой. Она все пыталась понять, что значили слова Дмитрия у головы. Ну, что с тобой происходит? Твоя мама на отдыхе, на курорте. Мы же договорились с тобой, не беспокойте плохими новостями. А мне нужно прикидываться, что все хорошо? Человек умер. Да он даже другом твоим не был. Он был влюблен в меня. Ну, ты же не виноват, что ты у нас такая красивая, а? Ну, все в тебя влюбляются. Ну, так и что теперь? Да никого, к сестре. Знаешь-ка что? Давай-ка я тебе денег переведу, и ты сходишь с подружкой на шопинг или в спа-салон. Спасибо, дядя Петя. Бух! Ты идиот! А ты чего такая нервная? У нас одногруппник умер. Дань, а всем походу вообще плевать. Окей. Я понял. Ты в трауре, да? Позвони, как успокоишься. Привет. А ты чего? Ты давно себя в зеркало видела? Опять не спала? Угу. Ты не смейся только, ладно? Я... Короче, я вчера была у одной девушки. Она общается с умершими. И, короче, Дима мне сказал у головы. И я до сих пор не понимаю, что это значит. Ты рехнулась? Ты б лучше к психологу сходила или с мамой поговорила? Моя мама в санатории. А с отчимом, ну, он хороший, конечно, но у нас не те отношения. Ну и что, теперь с ума сходить? Не, киселя жалко, конечно, ну нафиг так париться. Сори. Да. Я же написала, встречаемся в семь у головы. Угу. А у головы это где? Ну, здравствуйте, приехали. Это памятник в соседнем сквере. Его все так называют. А с кем ты там встречаешься? С любовником. У тебя парень появился? Да нет, шучу я. Так, друг приехал из Ижевска. Вот возись с ним теперь. Так, а что ты психуешь-то? Да так, проблемы с Курсачем, забей. Так, может, ты тогда им займешься, а не другом из Ижевска? Ну, кто бы говорил. Тебе-то вообще учиться не надо. У тебя же отчим-декан. Ты намекаешь на то, что мне все по блату достается? А чего тут намекать? Все и так ясно. Кира переживала из-за ссоры с одногруппником Дмитрием, который попал под поезд сразу после их ссоры. Дмитрий передал Кире через надежду слова у головы. Кира узнала, что головой называли памятник в сквере рядом с ее институтом, и что ее подруга Настя назначила кому-то встречу у головы в 7 вечера. Узнав, что подруга назначила кому-то встречу у головы, Кира решила, что именно на этот памятник указал ей покойный Дмитрий через мою племянницу Надежду. Алло. Привет, что случилось? Слушай, я с утра сорвалась, прости, пожалуйста. Может, в кафе сходим? Слушай, сегодня никак. Мама попросила помочь, я сейчас по уши в уборке. Давай завтра, ладно? Кира? Ты что здесь делаешь? Ну что? Как уборка? Или ты у Насти убирался? Урод. Ну, 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 чего? Ты, ты, подожди. Ты ничего. Давно вы с ней спите? У нас с ней ничего нет. Я люблю только одну тебя. Ну, я, понимаешь, я помогал ей с Курсачом. Нашел парня, который ей за бабки все быстро напишет. Ну, ну, прости, что сразу не сказал. Дмитрий. Дмитрий. Он здесь. Дима, скажи, мой парень Даня мне изменяет? Ты для этого послал меня к голове? Чтобы я увидела его со своей подругой? Он говорит. Кукла. Ты о чем, Дим? Он сказал... Рога. Какие еще рога? Его здесь больше нет. Капец. Мой парень мне изменяет. Ты считаешь, что твой погибший однокурсник это хотел тебе сказать? Понимаете, в прошлый раз Кисель отправил мне к голове. Это памятник у нас рядом с Универом. И там я увидела своего парня и подругу. А теперь вот Кисель передал через вашу племянницу. Кукла рога. Даня мне с Настей наставляет рога. Я сначала не поняла, что значит кукла. А сейчас вспомнила. Ты что, кинуть меня решил, придурок? Что случилось? Да ничего. Он сам мне предложил искусств. О чем помочь? А теперь время тянет и не делает нифига. Долбанный Кисель. Не парься, у нее ПМС, видимо. Почему ты дружишься с этой дурой? Она же как кукла-то тупая. Да иди, Даня, твой тоже. Да пошел ты. И с тех пор я с Киселем почти не общалась. Это надо было его послушать. Может, он еще тогда все знал и пытался предупредить, что Даня мне изменяет. Не спеши с выводами. Лучше спокойно обдумай, что передал тебе твой однокурсник. Да о чем тут думать? Все понятно. О, приветики. Я тебе твой любимый латте взяла с мятным сиропом. Засунь себе свой латте знаешь куда? Ты что? Я все знаю про вас с Даней. Как у тебя наглости хватило с ним замутить. Ты совсем больная. Нафиг мне твой Даня. Мне Кисель все рассказал. Передал через ту девушку. Ясно. У тебя, походу, совсем крыша поехала? Ты реально думаешь, что ты с духом общаешься? Думаю. Ну-ну. Ну, тогда передай Киселю, что он козлина. И пусть деньги мне вернет. Какие деньги? Я у него курсач заказала. Он деньги взял, а работы нет. Нашел время умирать. Я теперь из-за него на грани вылета. А погоди, он что тебе, курсовую за деньги писал? И не только мне. Они тут с куклой такую монополию устроили на курсачи. С какой куклой? С подружкой его, Валькой Куклачевой. Кира подумала, что ошиблась, решив, что покойный Дмитрий назвал куклой ее подругу Настю. Кира поняла, что он указывал ей на свою приятельницу, Валю Куклачеву. Что ты приперлась? Я хочу поговорить насчет Киселя Димы. Че ты врешь? Тебе всегда на него плевать было. Тебя ведь твой отчим подослал, да? Передай ему, пусть катится к черту. И рога свои пусть себе в одно место засунет. Какие рога? Оленья, которые у него в кабинете висят. Кира решила, что Дмитрий через мою племянницу Надежду послал ее к своей подруге по кличке Кукла. И та сказала про оленья рога в кабинете декана, отчима Киры. Она поехала обратно в институт, чтобы во всем разобраться. Ну давай быстрее. Какого черта? Кирюша, а что ты здесь делаешь? Ты офигел, дядь Петя. Мою маму отправил в отпуск, а сам с моей подругой решил потусить? Она сама на меня вешалась. Это я вешалась? Старый придурок! Кирюша, подожди, подожди, подожди. Ты, подожди, я знаю, я виноват. Я виноват. Ну, твоя подружка, она меня соблазняла, чтобы я ее из института не очистил. Я что-то купился на это. Ты главной маме ничего не говори. Я умоляю тебя, пожалуйста, да, только... Кирюша, Кирюша, Кирюша. Настя, стой! Как ты могла? Из-за какого-то курсача решила разрушить мою семью? Это тебе отчим сказал? Да он сам меня на ковер вызвал. И я не первая такая. Он постоянно студенток шантажирует. Чего? Либо отчислено, либо секс. Чего за бред? Хватит врать! Ты мне не веришь? Ты Даню своего спроси. Это он ему студенток подгоняет, находит у кого хвосты и намекает, как закрыть. Сутенер твой, Даня, ясно? Погибший друг Киры, Дмитрий, передал ей через надежду слова «рога» и «кукла». Кира узнала, что подруга Дмитрия по кличке Кукла писала вместе с ним курсовые за деньги. Поехав в институт, Кира застала декана, своего отчима, за близостью с ее подругой Настей. Отчим сказал, что Настя приставала к нему, умоляя не отчислять ее. Настя же убеждала Киру, что декан сам предлагал студенткам интимное отношение в обмен на то, чтобы их не отчислили. Кира была потрясена тем, что она узнала про своего отчима. Она не хотела верить своей подруге и решила поговорить со своим парнем Даней напрямую. Это что так поздно? Это правда? Ты под моего отчима девочек подкладывал? Ты что, пьяная, такие вещи говоришь? Мне Настя сказала, что ты к декану девочек водил. И они на туры с ним расплачивались, чтобы из универа не вылететь. Ну и тварь же твоя, Настя. Если ты веришь в эту чушь, между нами все кончено. Застукала отчима с подругой. Дядя Петя говорит, что Настя его заблазняла. Моя подруга говорит, что это он ее заставил под угрозой отчисления. И что якобы мой парень ему и других студенток приводил. А мой парень говорит, что это все вранье. Да. Непростая ситуация. Я вообще не знаю, кому верить. Раньше я их всех считала самыми близкими людьми. А выясняется, что единственный человек, которому я реально могу доверять, это Кисель. Так просто? Блин, спасибо большое, Димур. Я без тебя вообще никогда не въехала. Ерунда. Ничего не ерунда. Ты же гений. С твоими мозгами ты мог бы вообще миллионером стать. К-к-как? Ну, мне-то откуда знать. Гений-то у нас ты. Ладно, в общем, спасибо тебе еще раз. Я побежала. Кир, если я стану богатым, ты пойдешь со мной на свидание? Если ты станешь богатым, я сама тебе на свидание позву. угу. Это из-за меня он стал курсовые за деньги писать. Если я его подбила. Дура. Может, он теперь скажет, кто врет, а кто говорит правду. Если ты успокоилась, то пойдем к Надежде. тебе надо разобраться, что хочет сказать тебе твой однокурсник. Дмитрий? Он здесь. Дима, скажи, кто мне врет? Отчим? Настя? Даня? Я вообще не понимаю. Он говорит. Иди, кукли. Зачем? Она что, знает правду? Он говорит, шмякнул. Валь, пожалуйста, нам надо поговорить. Это по поводу Димы. Он меня к тебе послал. Что за бред? Уходи. Валь, да открой, я не вру. Я говорила с Киселем. Короче, есть одна девушка, она может связываться с умершими. И он вышел со мной на связь и сказал, иди кукле, шмякнул. Повтори. Иди кукле, шмякнул. Да что это значит? Можно я зайду, ты нормально мне все объяснишь? Ты с ума сошла? У меня мать дома. В общем, мы с Димкой недавно начали писать курсовые за деньги. За день до смерти Димы ко мне подошел твой парень Даниил и сказал, что декан все знает про курсачи и нам хана. Отчислят обоих. Но можно все уладить по-тихому через секс с деканом. Так это все реально правда. Мой отчим спал со студентками, а Даня его сутенер. И ты согласилась? Нет, конечно. Я рассказала все Диме, а Дима предложил прижать декана. Мол, я иду к нему, декан ко мне пристает, а мы это снимаем, чтобы доказательства были, понимаешь? И у вас получилось? Сначала все шло по плану. Дима спрятал телефон в оленьих рогах, декан полез ко мне. Вот. Уж сама посмотреть. Дима скинул мне то видео. Пожалуйста, не надо. что это? Телефон? Да что ж, меня подставить решила. Не трогайте я! Я пойду в полицию! После этого Дима хотел поговорить с тобой, но ты его и слушать не хотела. он поехал домой и... Боже! Но при чем тут шмяк? Дима звонил мне с платформы. Он сказал, что скинул мне то видео для подстраховки. Мало ли что. еще сказал, что декан идет за ним. Пошутил еще, как бы он меня о рельсы не шмякнул. Это значит, что ты точно говорила с Киселем. Обалдеть можно! Ты думаешь, что мой отчим его убил? Да. Но у меня нет доказательств и я боюсь идти в полицию. Вдруг он и меня убьет. Киноч, ты уже дома? Я как раз ужин приготовил. Зачем ты их прибыла? За тем, что ты до них домогался. Что ж, они сами ко мне лезли. Это до или после того, как ты угрожал их отчислить и предлагал закрыть хвосты в обмен на секс. Брят, я не собираюсь это обсуждать. Все? У меня есть доказательства. И я знаю, что это вы убили Диму. Пошли вы на суд соплячки. А ты Киру у меня больше ни копейки не получишь. И ни одного зачета без меня ты не сдашь. Да, дядь Петь. Ну ты подонок. Кира рассталась со своим парнем. Ее отчим уволился из университета, начал пить и через полгода попал под поезд. А Кира всю жизнь будет благодарна покойному однокурснику Дмитрию за то, что он с того света раскрыл ей глаза на тех, кого она считала близкими людьми.